Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева, и обсуждаем мы сегодня добровольное медицинское страхование. У меня в студии Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию компании ОАО «Альфа-Страхование». Андрей, доброе утро. Доброе утро. Добровольное медицинское страхование, ну, про обязательное все слышали. Естественно, на то оно и обязательно. Это почти как ОСАГО, да, у каждого из нас есть полисы или должны быть уж, по крайней мере, каждый из нас может обратиться в государственную поликлинику, это целый отдельный разговор, потому что там тоже реформы происходят, и мы уже беседовали, кстати, на эту тему. А все-таки добровольное. Мне кажется, что даже не все из нас, ну, так я уже говорю, нас, имею в виду, наверное, часть наших слушателей тоже, ну, приучены к добровольному страхованию. Это некий корпоративный социальный пакет, вот там, да, есть добровольное медицинское страхование. Многие уже и сами для себя заключают контракты. Чаще всего, наверное, к деткам маленьким, да, это относится, а потом уже перекочевают на всю семью. Но, тем не менее, вот насколько это нужно, да, вообще, в принципе, насколько это интересно, давайте вот именно с точки зрения того, нужно ли это среднестатистическому человеку, как это работает, да, как это будет работать в будущем, что на это влияет вот на сегодняшний день. Ну, учитывая то, что это действительно добровольное страхование, естественно, это является добровольным выбором каждого либо человека, как физического лица, либо работодателя, который это включает как составляющий социального пакета, который предлагает своим работникам, либо не включает. Поэтому, к сожалению, пока у нас распространено добровольное страхование по сравнению с целым рядом западных стран, да и вообще, скажем так, с тем, как бы это виделось относительно общего состояния нашего здравоохранения, оно достаточно низкое. У нас на сегодня по статистике в Российской Федерации где-то порядка данные разные, но все колебется в районе 7% охвата нашего населения добровольным медицинским страхованием. Но, исходя из этого, можно сделать вывод, насколько о нем хорошо знают и насколько вообще в целом, скажем так, активно пользуются этим направлением страхования. Ну вот смотрите, такой вопрос, когда мы заключаем, когда у нас физическое лицо, если мы говорим сейчас самостоятельно, не говорим о тех компаниях, которые включают социальный пакет добровольного медицинского страхования, а, соответственно, мы говорим о физическом лице, который заключает такой договор, и после этого, ну, мы слышали нам знакомый такой термин, прикрепляются, да, прикрепляются к какому-то виду клиник, ну, скорее всего. Вот в данной ситуации кто занимается и кто отслеживает, чтобы лечение, которое назначалось человеку, во-первых, было ему, с одной стороны, реально нужно, да, то есть тут некое взаимодействие, врачи хотят заработать, я сейчас так жестко условно говорю, страховая не хочет платить, а человек в этот момент не хочет быть крайним между вот этими отношениями, да, то есть ему просто нужно получить то, что ему нужно, но чтобы ему не делали то, что ему не нужно. Кто за этим следит? Ну, смотри, здесь достаточно, наверное, такой. Вопрос на дополнительное такое обсуждение, дискуссию. Первый, давайте начнем с того, что рынок добровольного медицинского страхования в Российской Федерации практически на 98-99% представляет из себя классический рынок корпоративного страхования. То есть это соцпакет? Это соцпакет, да. Нужно четко для себя понимать, что если мы говорим о классике, да, классике страхования, о медицинском страховании, действительно живущем на правильных цивилизованных принципах, страховых принципах, то это у нас, по крайней мере, на российском рынке, это именно корпоративное страхование. 1-2% страхования физических лиц, как правило, это опять-таки отголосок корпоративного страхования, когда страхуются родственники застрахованных коллективов, если опять-таки это является обязательным условием со стороны страхователя, то есть работодателя, что он страхует не только своих действующих сотрудников, но и, допустим, членов их семей или там близких родственников. Это может быть как за счет работодателя, так и за счет физических лиц, но опять-таки по корпоративным программам. Поэтому это отдельный сегмент, о котором мы можем поговорить чуть более детально, кто контролирует качество, как организуется медицинская помощь, в чем принципиально отличается классическое страхование, допустим, от просто оплаты медицинской помощи для того, чтобы у наших слушателей было действительно правильное понимание, да, что это такое страхование в медицине. Что касается небольшого сегмента так называемых, как вы правильно назвали, программ прикрепления, то тут тоже нужно для себя хорошо понимать. Есть два варианта, да. Вы непосредственно как физическое лицо можете купить программу прикрепления, прямого прикрепления к какой-то поликлинике, но это не имеет ничего общего со страхованием, потому что в этом случае вы фактически получаете как абонемент в фитнес-клуб, так и абонемент в поликлинику. И в рамках вашего договора непосредственно с этим лечебным учреждением вы в течение какого-то периода времени, как правило, это год, можете пользоваться каким-то набором услуг, который заложен в вашу программу, за которую вы определили стоимость. В этой ситуации никакой, скажем так, внешний эксперт, да, независимый эксперт контроля качества лечения и его соответствия сроков, объемов, там, целесообразных назначений не контролирует. В этой ситуации вы полностью полагаетесь на добропорядочность того медицинского учреждения, соответственно, его руководстве непосредственно врачей, с которыми вы решили заключить этот контракт. Да, соответственно, если это абсолютно адекватно, нормально. Это как вопрос доверия, да? Абсолютно. К всем же адвокатам также обращаются. В ряде наиболее продвинутых лечебных учреждений существуют свои службы контроля качества, вот, которые как-то контролируют качество врачей, но нужно понимать, да, что это ваш личный персональный диалог между вами, как физическим лицом, заранее оплатившим услугу и являющимся на целый год прикрепленным к лечебному учреждению, да, и лечебным учреждением. Без какого-то внешнего контроля качества полностью фактически под вашей ответственностью. Это все-таки к ДМС, да? Вот если у нас есть страховые отношения, так или иначе? Да, если у вас есть страховые отношения, то вы получаете, что такое вообще страхование, да? Ну, в первую очередь, нужно понимать очень четко для себя, что это не оптимизация вашей, там, я не знаю, если у вас уже возникло заболевание, вы решили оптимизировать стоимость, пошли застраховались. Это не страхование, да, потому что это та же, как по аналогии, допустим, со страхованием КАСКа автомобиля. Вы же не страхуете машину, когда вы ее уже разбили. Звучит вообще жестоко, когда мы говорим все-таки не о машинах. Это как раз, это наоборот звучит не жестоко, а звучит адекватно, да, что страхование на то человек и получает, чтобы быть застрахованным на случай, если у него произошло, не дай бог, какое-то в будущем, да, заболевание, травма, там, необходимо сделать операцию или еще что-то. Поэтому это первый принципиальный вопрос о том, что страхование осуществляется именно когда человек, да, имеет достаточно уровень страховой культуры, понимает, зачем он это делает. Вот. И основные законы страхования, конечно же, строятся на долгосрочных отношениях между страховой организацией и непосредственно застрахованным человеком. А как вы знаете, только долгосрочные отношения подталкивают обе стороны к тому, чтобы ввести между собой очень конструктивный, порядочный и действительно доверительный диалог. Поэтому, когда мы подходим к вопросам добровольно-медицинского страхования, что в этом случае получает человек, если так вот кратко тезисно? Первое. А. Он получает полный страховой пакет, то есть он получает не просто прикрепление к какой-то поликлинике, да, как правило, если это нормальное полноценное страхование, дело даже не в этом. Он получает не только амбулаторную поликлиническую помощь, он получает еще скорую помощь, да, в случае возникновения нештатной какой-то ситуации, он получает право на экстренную госпитализацию, опять-таки, если по результатам нештатной ситуации просто появление врача недостаточного человека нужно на какое-то время быть в стационаре, да, он получает право на плановую госпитализацию, он получает право на определенный набор профилактических мероприятий, таких как вакцинация, допустим, от гриппа, от клещевого энцефалита, ну и еще разные какие-то вещи, которые могут быть входить в программу. Он получает, допустим, право на введение беременности, да, иногда включаются роды, допустим, в страховые программы и так далее, и так далее. То есть, во-первых, первое и основное, что когда человек приобретает полноценную страховую программу, он получает полное страховое покрытие, а не только отдельно взятый какой-то страховой риск, допустим, поликлиника или там скорую помощь, практически на все случаи жизни. Это первое. Второе самое главное, что он получает, да, то он получает профессионального провайдера в лице страховой компании, которая, постоянно работая на медицинском рынке, очень хорошо понимает качество оказываемой медицинской помощи в различном роде лечебных учреждениях, опять-таки, как в плановых ситуациях, так и в экстренных ситуациях, может выстраивать очень хорошие взаимосвязи между поликлиникой, скорой помощью, стационарами. При необходимости переводить из одного стационара в другой, приглашать консультантов для данного застрахованного, при необходимости направлять на какие-то сложные диагностические процедуры и так далее, и так далее. И нужно понимать, что этим занимаются профессионалы, соответственно, вы для себя приобретаете очень такого надежного, долгосрочного, профессионального консультанта и провайдера, чтобы вам самому не заниматься выяснением вопросов, а куда лучше пойти лечиться, или что, кому мне обратиться в случае возникновения вот такой-то потолоки. Причем вы приобретаете этого провайдера 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, не считая выходных, праздничных дней и так далее, и так далее. То есть вы действительно защищены полностью. Третий очень важный момент. Понятно, что если у вас классический страховой портфель, ну, скажем так, набор, и, не дай бог, с вами что-то произошло, то в этом случае, конечно же, лечение по страхованию будет значимо дешевле, чем если бы вы просто обращались за платной медицинской помощью. То есть, грубо говоря, я сейчас такой маленький результат хочу подвести именно с этой вашей фразы, что если есть страховка, но что-то в нее не входит и приходится доплачивать, это все равно получается дешевле. Об этом речь идет. Значит, это просто. Мы сейчас выслушаем новость и вернемся в эфир. Итак, тема программы сегодня – добровольное медицинское страхование. Эту тему мы обсуждаем с Андреем Рожаковым, заместителем генерального директора по медицинскому страхованию ООО «Альфа-страхование». Андрей, вот в первой части программы вы сказали, что классика все-таки ДМС, добровольное медицинское страхование, это не физические лица, самостоятельно решившие, что они хотят такую страховку получить, а все-таки это страховые портфели компаний, которые предоставляют это как социальный пакет своим работникам. А вот скажите, в принципе, по вашему мнению, как сейчас выглядит вот та самая компания, которая включает ДМС в социальный пакет, я бы сказала, и вообще имеет социальный пакет для начала, потому что ДМС, если есть социальный пакет, ДМС, как правило, туда включено. Что это за компания и чем это привлекательно для компании, в принципе, в том числе с точки зрения налогов, кстати. Да, вы знаете, на самом деле сказать так, что это какой-то особый сегмент юридических лиц или наших корпоративных клиентов, это неправильно, потому что в нашем портфеле, как я думаю, в портфеле многие другие страховые организации, есть организации численностью от 10 человек, допустим, до 110 тысяч человек. Сюда укладывается как наши российские предприятия, так и западные компании, предприятия, которые, допустим, логализованы, находятся локально в одном регионе, это может быть не обязательно Москва, это любой город Российской Федерации, так и предприятия с достаточно широким географическим охватом. То есть, в принципе, сказать так, что можно четко вычленить какой-то, допустим, сегмент с точки зрения индустрии, с точки зрения численности сотрудников или какой-то, допустим, я не знаю, там доходной части компании, это неправильно. Вот, на сегодня у нас достаточно такое вот разнообразное представление тех организаций, которые действительно включают свои социальные пакеты, это добровольно-медицинское страхование. Я бы, наверное, пошел от другого и сказал так, что это те организации, которые действительно реально заботятся о своих коллективах и о состоянии здоровья своих коллективов. Потому что как у нас в России, так и на основной части западных стран добровольно-медицинское страхование является основной составляющей социального пакета. Учитывая состояние нашего отечественного здравоохранения, понятно, что наличие добровольно-медицинского страхования является одним из наиболее важным факторов как привлечения наиболее качественных сотрудников в организацию, так и их удержание в данной организации. Поэтому, конечно же, на сегодня это является очень таким важным практическим элементом того, что компания, кроме заработной платы, может дать своему сотруднику. Вот, это первое. С точки зрения налогообложение, до 6% от фонда оплаты труда организации при наличии добровольно-медицинского страхования может относиться на себестоимость. То есть, добровольно-медицинское страхование позволяет получить, так называемые, льготные налогообложения. Вот это, с одной стороны, плюс большой, с другой стороны, минус не в плане того, что получает льготные налогообложения, а в плане того, что далеко не всегда 6% фото хватает на тот бюджет здравоохранения, который бы хотел предложить своим сотрудникам, извините, не здравоохранения, а медицинского страхования, конечно, своим сотрудникам организации. Поэтому мы сейчас прилагаем определенную усилие для того, чтобы снять вот этот барьер, тем больше на самом деле никакого экономического обоснования, почему это именно 6, вот на сегодня не существует. Исторически из давних времен когда-то было 3, несколько лет назад перешли на 6, только по принципу того, что понимая значимость добровольного медицинского страхования, решили увеличить эту шкалу, ну на сколько, ну давайте увеличим в 2 раза. На самом деле, почему это 6, а не 10, не 15 или еще сколько, никакого экономического обоснования под собой не имеют. Поэтому на самом деле мы предлагаем просто снять это ограничение, и вот те деньги, которые организация готова выделить для своих сотрудников на организацию добровольного медицинского страхования, вот чтобы они полностью, их все можно было относить на себестоимость. Деньги хорошо контролируемые, прозрачные, поэтому говорить здесь о какой-то возможном появлении схемотехники вряд ли, потому что на сегодня это тот сегмент рынка, который достаточно цивилизованный, прозрачный, поэтому мне кажется, что это было бы очень таким логичным решением. А вот скажите, пожалуйста, каким образом примерно можно рассчитать минимальный бюджет для компании, который будет для нее в том числе оптимален, раз уж мы заговорили про в том числе проценты. Вы знаете, обычно мы подходим, в первую очередь, изучая пожелания клиента и структуру его коллектива. То есть обычно это двусторонний диалог между тем, что хотелось бы клиенту видеть в качестве социального пакета, части социального пакета для своих работников. Возможно, есть уже какая-то историческая практика использования добровольного медицинского страхования. Возможно, этот коллектив, наоборот, впервые формирует эти программы. И между тем, что страховая компания может предложить для данного работодателя, исходя из географии его распределения, рода занятий его сотрудников, наличие или отсутствие каких-то рисковосоставляющих, допустим, в производстве. Да, ну и понятно, пожелания со стороны работодателя, насколько он готов покрывать те или иные риски, возникающие риски по состоянию здоровья, имеется в виду, вот, у своего коллектива. Значит, минимальная или максимальная такой стоимость, наверное, я бы не хотел приводить, потому что это все настолько индивидуально и зависит в первую очередь от того, что работодатель включает своему коллективу в покрываемые риски. Это только поликлиническая помощь, это поликлиника, допустим, и плановая госпитализация, поликлиника, и экстренная госпитализация. То есть в зависимости от того, как составляется программа и из каких составляющих она будет состоять, определяется стоимость. Второй очень важный фактор – это уровень лечебных учреждений, который коллектив хочет предоставлять для своих сотрудников. Понятно, что мы имеем на рынке лечебные учреждения разной ценовой категории. Чем выше ценовая категория лечебного учреждения… Всегда ли так? Всегда ли так что? Чем выше ценовая категория, тем выше качество услуг. Всегда ли так? Это далеко не всегда, но чем выше ценовая категория лечебных учреждений, тем выше стоимость страховой программы. Поэтому качество отдельно, а если мы говорим сейчас о формировании стоимости, то… Смотрите, Андрей, у меня вопрос сразу как раз возникает. Мы с вами в самом начале говорили о том, а кто же следит вообще за ценой, за качеством тех медицинских услуг, которые в итоге предоставляются страхованному человеку. И вы как раз сказали, что страховая компания в данной ситуации, когда у нас речь идет о ДМС, она как консультант и провайдер. Это вот ваши термины, которые вы использовали для человека, где, какие услуги он должен получить и как. Вот сейчас вы говорите, что какого качества хочет предоставить работодатель, когда мы заговорили о работодателе, и какой ценовой категории. Сейчас о чем здесь идет речь? О том, насколько мягкие кресла в залах ожидания или о чем? То есть вот или все-таки в данной ситуации у нас какова тогда становится роль страховой компании? Да, вот когда мы обсуждаем ценовую категорию, с одной стороны, с другой стороны, вы сами сейчас сказали, что не всегда это имеет прямую взаимосвязь с качеством. То есть не всегда там дешевле, оно-то хуже будет. Вот как раз здесь, как мне кажется, одна из основных, скажем так, с точки зрения консультации ролей страховой компании, это подобрать оптимальное сочетание между стоимостью и качеством оказываемой медицинской помощи в плане лечебных учреждений вот для относительного пожелания, скажем так, того или иного коллектива, того или иного работодателя. Потому что, к сожалению, на сегодня мы никогда не имеем прямой линейной зависимости между стоимостью лечебного учреждения и качеством оказываемой в нем медицинской помощи. Вот более того, на сегодня, к сожалению, или я не знаю, может это там и неплохо, нельзя четко выделить вот то лечебное учреждение, в котором все врачи и все виды помощи находятся просто даже на одном уровне. Уже второй вопрос, как он очень высоком, там высоком или среднем. Как правило, как и в любом лечебном учреждении, я не знаю, там в любой другой организации есть более качественные сотрудники, есть менее качественные. Есть более качественные, значит, врачи и менее качественные. Поэтому как раз здесь и роль страховой организации в зависимости от тех вопросов, которые возникают у коллектива, от тех проблем, от тех патологий, если говорить медицинским языком, куда должен быть направлен тот или иной сотрудник. Потому что в одной поликлинике могут быть очень сильные терапевты, в другой поликлинике могут быть очень сильные кардиологи. Поэтому если не управлять вот этими потоками, в какую сторону направить тех пациентов, кому нужно обратиться к терапевту, в какую сторону обратиться к кардиологу и перепутать, допустим, направление этих потоков, то получат, что как в первом, так и во втором случае, да, могут быть допущены, ну, скажем так, достаточно серьезные нарекания по качеству именно той медицинской помощи, которую предлагает лечебное учреждение. Я сейчас, Андрей, буду вас подробно расспрашивать. Давайте, давайте. Вы рассказываете интересно, но я, например, представляю себе сразу, вы сказали, сколько у вас у большого клиента, ну, до, не называли клиента, естественно, там, до 110 тысяч сотрудников. Я себе представила, каким же образом, то есть эти 110 тысяч сотрудников периодически болеют. Периодически. И никогда невозможно... Достаточно часто причем. Да, и невозможно отследить, то ли это была простуда на улице, то ли у человека, ну, когда поступал на работу и получил этот в составе соцпакета ДМС. У него было какое-то заболевание, он теперь там это заболевание тоже лечит и так далее. То есть у всех разные вопросы возникают. А кто в страховой компании в результате... Ну, я взяла максимум, вы сказали такую большую цифру, да, я поэтому как утрированный пример взяла. Кто в страховой компании занимается тем, что вот эти вот потоки этих сотрудников, ну, куда-то направляет. Как вы сказали, одному нужно, где более сильные терапевты, другому, где более сильные, там, кардиологи, да, третьему еще хирурги и так далее. У каждого свой, их 110 тысяч, вот как? А это только один клиент. Вот как раз мы тут в этом плане начинаем погружаться в работу, да, в детали работы страховой компании, профессионально занимающейся медицинским страхованием. И тут как раз мы только-только с вами начинаем подходить к тому, к реальному, как бы, пониманию, а чем, зачем нужна страховая компания и чем отличается, то есть программа прямого прикрепления к страховой компании. Я вам сразу, Андрей, более того, расскажу, что я дальше буду спрашивать, потому что нас слушают, я думаю, не только работодатели, да, но нас слушают еще и те люди, которые либо уже имеют ДМС, да, такой полис соответствующий, либо, может быть, раздумывают над тем, чтобы себе и своей семье такой полис сделать. И я вас позже спрошу о том, что каждый из этих людей может требовать от этой страховой компании, да, то есть что он может получить, а если вдруг не получают, то требовать. Но давайте сначала посмотрим, да, как это внутри работает. Давайте сначала отвечу на ваш вопрос, кто занимается этим. В любой полноценно работающей страховой компании на рынке, да, ну, я говорю о тех, которые серьезные профессиональные на протяжении многих лет занимаются добровольным медицинским страхованием, а это не какой-то там случайный осколок их деятельности, в компании существует так называемая служба организации медицинской помощи. Это как раз профессионалы с медицинским, с высшим и средним медицинским образованием в зависимости от степени задач, которые, в принципе, ведут пациента, начиная от его звонка в страховую компанию до его конечного выздоровления. Понятно, что эти этапы завистия достаточно очень серьезно отличаются от того, с чем обращается пациент, он обратился просто с гриппом, да, или с какой-то, с каким-то мелким вопросом по консультации, куда им просто там лучше обратиться по какой-то не очень там значимой медицинской патологии, и понятно, что совсем по-другому происходит взаимодействие с пациентом, который оказался в жизнеугрожающей ситуацией, либо пациент с очень серьезным заболеванием, либо пациенты с хроническими долго требующими очень тщательного, допустим, там, внимания и... И медицинского подхода тяжелыми какими-то заболеваниями. В каждом случае это практически индивидуально. Поэтому службы по организации медицинской помощи – это те, кто как раз и занимаются управлением всеми вот этими процессами, о которых мы с вами говорим. Как управлять организацией, допустим, в которой больше 110 тысяч застрахованных, и как показывает практика, в течение года, ну, если не каждый из них, то значимое количество сотрудников этого коллектива обращается по нескольку раз с разными патологиями, причем случаются, естественно, всякие нештатные ситуации, я имею в виду травмы, экстренные ситуации, инсульты, инфаркты, не дай бог, какие-то там производственные травмы и еще что-то. Ну, мы понимаем, да, что это 110 тысяч человек, они находятся не в одном регионе. Андрей, я хочу перебить, потому что мы сейчас должны выслушать новости, а после этого вернемся, и как раз этот вопрос с него начнем в следующую часть. Итак, мы продолжаем обсуждение добровольного медицинского страхования. Я напомню, что сегодня у меня в студии Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа-страхование». Мы с вами обсуждали такой вопрос, достаточно непростой, в качестве примера взяли максимальный такой размер компании, вы сказали, цифру назвали 110 тысяч сотрудников, и, соответственно, мы обсуждали, каким образом их направлять туда, где лучше всего им предоставят нужную конкретно каждому из них услугу медицинскую, одному терапевту, другому кардиологу, третьему еще что-то. И когда мы говорим о больших, например, крупных компаниях, а до этого вы как раз, Андрей, говорили, что одной из задач страховой компании, которая профессионально участвует на рынке ДМС, это как раз вот это вот логистическое, в кавычках мы ставим это слово, естественно, да, служба, служба по организации медицинской помощи, вот как это работает, да, вот 110 тысяч человек, каждый из них примерно, некоторые по несколько раз в год обращают за разную абсолютно медицинскую помощь. Как вы определяете, куда им идти? В принципе, матрица подходов, она достаточно сходная, независимо от того, это большая или маленькая организация, но говоря, допустим, о организациях вот такого вот масштаба, который имеет в своем составе десятки или, допустим, сотни тысяч человек, потому что 110 тысяч человек – это наиболее крупная организация в нашем портфеле, реально на рынке, вот, существуют организации с еще большей численностью, понятно, что они расположены не в одном регионе, да, то есть это, в первую очередь, географическая распределенность, поэтому это не значит, что это в каком-то вот одной точке находится 110 тысяч человек. Значит, в каждом регионе обслуживания у полноценно работающей страховой компании по медицинскому страхованию, конечно, должно быть свое там представительство, назовем это так, потому что в разных компаниях это может называться по-разному, это может быть отделение, это может быть филиал, это может быть дирекция, это может быть еще что-то, неважно, как это называется, самое главное, чтобы на месте был человек, который хорошо представляет лечебную базу данного региона, да, и этот человек был всегда доступен для сотрудников той организации, которая как раз застрахована по медицинскому страхованию. Но эти ситуации ночью случаются? Конечно, конечно, в зависимости от того, какой это регион, какая численность застрахованных, да, естественно, это не один человек, это тогда большое количество достаточно людей, вот. Понятно, что численность людей, работающих в службе организации медицинской помощи на местах, она напрямую должна зависеть от численности сотрудников, которых они обслуживают. Есть свои определенные нормы, есть свои определенные расчеты, сколько должно быть сотрудников страховой организации для того, чтобы обеспечивать бесперебойный уровень обслуживания, и дальше уже каждая организация ставит для себя те нормы и стандарты качества сервиса, которые она предлагает клиентам на рынке. Те организации, которые позиционируют себя в первую очередь как организации, четко выполняющие все обязательства по договору, предоставляющие высокий уровень качества сервиса, понятно, что у них большее количество сотрудников, эти сотрудники более профессиональные, соответственно, доступность медицинской помощи всегда выше. Те организации, которые пытаются уходить в демпинговую зону и продают, скорее, как мы это говорим, не качество, а цену на рынке, понятно, что, естественно, они должны потом будут экономить на всех мыслимых и немыслимых расходах и говорить о том, что они будут предоставлять трепетную заботу своих застрахованных, но это вряд ли, понятно, по аналогии с любыми другими видами бизнеса или продуктами, если вы платите очень небольшую стоимость, то вряд ли вы рассчитываете на высокий сервис. Поэтому организации, занимающиеся профессиональным медицинским страхованием, естественно, сопровождают своих клиентов в полном объеме от и до. Как происходит это сопровождение? Обычно у клиента есть два варианта. Либо он имеет перечень поликлиник, в которые он может обратиться в соответствии с его программой, он может обращаться туда напрямую за медицинской помощью. В этом случае клиент или застрахованный, как правильнее говорить в этой ситуации, берет как бы на себя ответственность за правильность выбора лечебного учреждения и врача, которого ему предложат в этом лечебном учреждении. Это полностью соответствует страховой программе, это полностью соответствует принципам страхования, потому что либо человек, может быть, действительно достаточно хорошо понимает, к какому врачу ему нужно обратиться, либо если у него, да, есть хроническое заболевание, либо он часто обращается по поводу просто возникающих заболеваний, он уже хорошо знает тех врачей, к кому он хочет пойти. Имеет полное право. То есть, грубо говоря, я сейчас такую первую линию, да, подведу под первой частью. Грубо говоря, если у человека есть ДМС, в принципе, неважно, он самостоятельно его приобрел в страховой компании или ему в соцпакете его работодатель предоставил, тем не менее, у него есть обязательно, либо у него, либо на сайте в полном доступе те медицинские учреждения, которые могут ему оказать, может, по территориальному признаку, выбрать себе то, что поближе, условно говоря, и туда пойти. Но тогда он, то, что, мне кажется, делают 99,9 в периоде, я не знаю. Не совсем. Но вот сейчас вы расскажете. Я, наверное, тоже не очень просвещенный в этом плане человек. Соответственно, в этой ситуации человек, который идет за лечением, за медицинской услугой, он из себя берет ответственность за то, кого он выбрал из доступных по страховой программе врачей. Я понимаю, что вы сейчас продолжите, скажете, есть второй способ. Да, вот расскажите нам подробно о нем. Есть второй способ, который, с моей точки зрения, значительно более правильной, более грамотной с точки зрения застрахованного в плане обеспечения его, скажем так, прав. Вот. Это прежде, чем обращаться за медицинской помощью, обратиться на круглосуточный пульт страховой компании. И тогда уже специалист страховой компании окажет ему необходимую консультативную и логистическую помощь в плане того, как проехать, записать оптимальное для него время, там, подобрать правильного врача и так далее, и так далее. Все необходимую помощь. То есть в этом случае вы обращаетесь на пульт страховой компании, кратко описываете, в чем у вас возникли проблемы, и уже тогда сотрудник страховой компании, занимающийся профессионально подобными вопросами, подбирает для вас наиболее удобное для вас лечебное учреждение, либо, как вы говорили, с точки зрения географического подхода, либо с точки зрения, не знаю, каких-то определенных предпочтений, либо большего качества той или иного, как раз уже понятного вида помощи, которая вам нужна, да. Вот. Дополнительно он вам может оказать сервисную составляющую, то есть, допустим, подобрать для вас наиболее удобное время записи, то есть, будет исключена ситуация, что вы приедете в поликлинику, а врач просто занят, да, или вы будете дозваниваться в поликлинику, да, и вы там, я не знаю, потратите на это какое-то большое количество времени. Сотрудник страховой компании для вас может подобрать полностью наиболее комфортное, да, ну, естественно, по согласованию с лечебным учреждением, время приема. Вот. Дополнительно сотрудник страховой компании может объяснить, как туда проще и правильнее добраться до этого лечебного учреждения, если вы не были, и так далее, и так далее. Но самое главное, вам будет обеспечено качество подбора, как лечебное учреждение, наиболее отвечающее возникшим у вас проблеме или там медицинскому вопросу, также и врач, потому что непосредственно врача в каждом лечебном учреждении вам также может посоветовать сотрудник страховой компании. Если страховая компания... То есть, с фамилией, именем, отчеством врач, да? Конкретно, да. Вот, начиная от того, что где у нас наиболее сильно развита кардиологическая служба, терапевтическая, урологическая и так далее, и так далее, в принципе, да, потому что мы хорошо знаем, что у нас все лечебные учреждения, ну, вот, волей-неволей, вот, больше там специализированы в том или ином направлении. А откуда вы эта информация получается? Ну, эта информация появляется и из нескольких источников, ну, во-первых, это опыт работы на рынке нашей компании более 20 лет, да, слава Богу, система здравоохранения, она хоть у нас растет, развивается достаточно быстрыми темпами, но не настолько, чтобы каждый год как-то меняться кардинально. Поэтому, в первую очередь, это, конечно же, свои внутренние, локальные, накопленные опыты, наши внутренние, вот, корпоративные знания и понимание того, где и что происходит, это первое. Вот, второе, конечно, обратная связь от пациентов, вот, потому что, если только сотрудники той или иной застрахованной организации обращают за медицинскую помощь, они достаточно часто потом дают обратную связь, да, как положительную, так и негативную, всякое бывает. Вот, поэтому мы, естественно, очень тщательно обрабатываем любую обратную связь, которую получаем от наших застрахованных, для того, чтобы понимать, где и что дальше, как развивать, корректировать свою работу, как наиболее комфортабельно подстраивать работу нашей организации под потребности наших застрахованных. Вот, следующее, это источники медицинской информации, да, самые разнообразные, начиная от, естественно, пространства в интернете, которое на сегодня достаточно, предоставляет много информации, отзывов о тех лечебных учреждениях, которые активно участвуют в системе оказания платных медицинских услуг, заканчивая большими конференциями различного уровня, на которых также обсуждаются и конференции, как медицинские, в которых мы принимаем участие, так и конференции страховые, потому что понятно, что обсуждаем вопросы и там, и там, они либо отличаются, либо рассматриваются под разным, под разной призмой, под разным углом, и, соответственно, оценивая вопрос с той или иной стороны, ты получаешь значительно больше информации. Ну и последнее, мы на сегодня являемся достаточно активным участниками, в том числе и медицинского рынка, поскольку Альфа Страховая на сегодня является одним из наиболее крупных инвесторов в частную медицину, вот, то есть для нас это не является обратной стороной бригады. Это как раз вот то направление, в котором и мы достаточно хорошо стараемся развиваться и специализироваться, поэтому, находясь внутри медицинского мира, естественно, мы оттуда и черпаем очень много информации о тех предпочтениях и о тех приоритетах, которые на сегодня есть внутри самого, самой медицины. Андрей, я хочу задать вам, наверное, неприятный вопрос, тем не менее, да, вот мы сейчас обсуждали как раз то, что, с одной стороны, человек может сам выбрать из книжечки, условно говоря, да, то лечебное учреждение и быть ответственным сам перед собой за этот выбор, может обратиться непосредственно в службу по организации медпомощи уже непосредственно страховой компании, и там ему должны оказать ряд услуг, в том числе помочь подобрать подходящие наиболее для его, его ситуации, местоположения, лечебное учреждение, никуда ему желательно обратиться. В случае, если застрахованным по ДМС оказали некачественную услугу, что-то произошло, это очень сложный вопрос добавок, потому что достаточно сложно доказать, что врач некачественно произвел лечение, да, и мы говорим сейчас не о том, был ли он вежлив, а в принципе, правильно ли он тактику лечения выбрал, или применил правильные препараты, или правильную ли медицинскую манипуляцию произвели. Например, в общегражданской практике доказываются экспертизы, а медик очень редко говорит о том, что другой медик, медик-эксперт очень редко говорит о том, что другой медик-врач что-то неправильно сделал, да, то есть есть некоторые сложности, но тем не менее, вот клиент предполагает на данном этапе, что что-то сделали неправильно, да, и у него есть претензия, конкретная претензия, к кому он должен с этой претензией идти. Вы знаете, наверное, это как раз тот наиболее важный, скажем так, аспект, что приобретает клиент, независимо он физическое лицо или эта организация, приобретая как раз пакет добровольного медицинского страхования. Это очень качественную медицинскую экспертизу, опять-таки, если этот пакет он приобретает в достойной, высоко профессионально занимающейся добровольным медицинским страхованием организации, да, вот эта медицинская экспертиза и защита прав застрахованных. Потому что, естественно, если вы не являетесь там врачом по образованию или специалистом в системе здравоохранения и выстраиваете свои личные отношения между вами, просто двусторонние, вы как человек, который приобрел там, я не знаю, прямую программу прикрепления и лечебное учреждение, то, скорее, ситуация будет развиваться вот так, как вы ее описываете, что в случае возникновения каких-то претензий вам будет достаточно сложно ввести профессиональный разговор с медицинским сообществом, как и в любом другом направлении. Когда вы имеете именно страховое покрытие, страховой пакет, то в случае возникновения у вас не то что претензий, а даже каких-то вопросов вам действительно, как вы правильно сказали, еще только хотя бы показалось, что вам оказали некачественную медицинскую помощь. Или у вас возникли вопросы, а почему вам вообще вот в таком объеме ее оказали или сделали вот такие-то назначения. Естественно, вы обращаетесь в страховую компанию и в любой страховой компании есть достаточно серьезно организованные службы медицинской экспертизы, свои внутренние службы медицинской экспертизы. Она платная и бесплатная получается для клиентов, владельцев полисов? Естественно, это все бесплатно, это все входит в страховое покрытие как обязательное. Важный момент. То есть сейчас вы произнесли такую фразу, а я подчеркну для наших слушателей ее и вам в виде вопроса задам. Если, соответственно, человек сомневается в назначениях, которые мы сделали, он не знает, может быть, они абсолютно правильны, может быть, нет. Есть такие люди, которые в принципе заранее сомневаются, может быть, конкретная ситуация, при которой что-то напрягло вашего клиента в качестве оказываемых ему услуг, он может обратиться в страховую компанию. Например, мы сейчас сегодня говорим о вашей, но тем не менее, если это крупная страховая компания, которая специализируется на ДМС, страховая компания может предоставить вам такую услугу. Обязательно. Другие врачи, которые либо подтвердят и скажут, да, можно и так лечить ваше заболевание, ничего здесь странного нет в всех назначениях, которые есть. Например, с моей точки зрения, это как раз то ключевое, что, я не знаю, работодатель опять-таки или физическое лицо приобретает в рамках страхового пакета. Две минуты, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему добровольное медицинское страхование. Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию УАО «Альфа-страхование» сегодня у меня в студии. Мы обсуждаем этот вопрос. И, собственно, предыдущую часть, вот до новостей мы с вами обсуждали, если есть либо претензия уже, либо сомнения еще в качестве оказываемых услуг. Вы сказали, что может держатель, владелец полюса ДМС обратиться в страховую компанию, и страховая компания вполне может предоставлять такую услугу и у крупных компаний, как вы говорите. Я не хочу вот это слово «крупное» и «некрупное», но у компании, которая специализируется на… Да, да. Компании, которая профессионально занимается добровольным медицинским страхованием. На ДМС, да. Есть возможность, соответственно, провести свою медицинскую экспертизу, и в том числе, если у клиента есть сомнения, он может эти вопросы адресовать своей медицинской, точнее, своей страховой компанией и получить вот эту дополнительную услугу. Я еще, да, я еще раз хочу повторить, что с моей точки зрения, это как раз то ключевое, что приобретает либо организация, как работодатель, либо физическое лицо, приобретая полноценный настоящий страховой портфель, да, ну, в рамках этого предложения от страховой компании. Потому что в этом случае уже тогда с медицинской организацией, которая оказывала медицинскую помощь, да, и у вас к ней возникли вопросы или, не дай бог, реально претензии, что у вас просто элементарно, а в результате лечения вы получили какие-то осложнения, вас плохо налечили, да, или, ну, бывает такое недорого вопрос. Повредили здоровье. Да, повредили здоровье и так далее, и так далее, да, у вас есть профессиональные, профессионалы, да, и профессиональные организации, которые будут отстаивать ваши права, и вы можете быть уверены на 100%, что эта организация будет в первую очередь отстаивать ваши права, а не лечебного учреждения в этой ситуации, подходя к этому достаточно профессионально. Понимай, как говорить с лечебным сообществом. А вопрос у меня следующий. Вот если есть клиент, есть ситуация, ну, возьмем условно, условную некую ситуацию, причинение даже повреждений каких-то здоровья. Ну, да, причинение повреда здоровья, да. Да, в результате некачественного лечения. Есть страховая компания, есть лечебное учреждение, которое это сделало. Соответственно, есть клиент, у которого что-то произошло в результате. А кому он хочет, например, этот клиент, мало того, что он хочет теперь, чтобы его вылечили, это нормально, естественно, и он уже не хочет, может быть, идти к этим врачам. Но он, может быть, хочет и иметь на это полное право получить возмещение компенсации морального вреда, допустим. Да, к кому он идет с этим требованием? Кто ему оплачивает этот моральный вред? Страховая компания, которой уплачены, да, как бы денежные средства? Ну, я знаю, что вы ответите, но я хочу, чтобы этот ответ был для всех наших слушателей. Или та компания медицинская, то учреждение, где он реально получил эту услугу некачественную? Ну, смотрите, с этой точки зрения достаточно четко, да, что, допустим, у нас на российском рынке, что на западных рынках достаточно четко разделяется зона ответственности. Исходя из этого, тогда уже будет понятно, да, кому правильно предъявлять какие-то претензии, тем более, если вдруг, не дай бог, дело дошло уже до судебных разбирательств и предъявлений каких-то реальных финансовых требований. Страховая медицинская организация, она никогда не осуществляет медицинскую помощь, да, она отвечает за организацию медицинской помощи. Медицинские учреждения, которые работают в системе оказания платных медицинских услуг, в системе добровольного медицинского страхования, непосредственно осуществляют, да, оказывают медицинскую помощь. Если, конечно, вам вред здоровью был причинен в результате неграмотных действий врача, либо какой-то диагностической процедуры, понятно, что это проводилось не руками страховой компании, а руками медицинского учреждения, которое полноценно, осознанно, заключив договоры, пришло работать на площадку добровольного медицинского страхования, либо вообще оказания платных медицинских услуг. И, конечно, в этой ситуации тогда ответственность полностью несет вот либо конкретный врач, либо организация, либо это их солидарная ответственность. Страховая компания в этой ситуации всегда выступит на стороне застрахованного ее, страхованного клиента, поможет правильно составить все необходимые процедурные вопросы, подтвердить или опровергнуть претензии клиента с медицинской точки зрения. Но дальше, естественно, просто это так выглядит по нашему законодательству. Клиент уже в судебном порядке будет предъявлять претензии той лечебной организации, либо конкретному врачу, ну и предъявлять какие-то к этому требования. Если почему-то произошел сбой на этапе организации медицинской помощи, но, как правило, к счастью, такие моменты не приводят к причинению вреда здоровью, это скорее сервисная тогда составляющая. Тогда, конечно, клиент предъявляет претензии к страховой медицинской организации, вот, и тогда уже мы решаем с нашим клиентом вопросы, скажем так, я не знаю, ответственности, компенсации каких-то и так далее, и так далее. То есть правильно ли я понимаю, что в случае, если у клиента, у держателей, владельцев полиса ДМС, есть какие-то вопросы и тем более претензии по качеству оказанных ему, уже оказанных ему услуг, потому что когда у него сомнения, мы говорили, нужно, можно, по крайней мере, обратить страховую, это совершенно бесплатно, без дополнительной оплаты, услышать экспертов. Но если есть уже готовая претензия или уже свершившийся, скажем, факт, я не бумагу, естественно, имею в виду, то в этой ситуации клиент может обратиться также в страховую компанию, во-первых, провести экспертизу, и она, правильно я говорю, не будет стоить ему дополнительных денежных средств, или будет? Экспертиза, которую проводит страховая медицинская организация, никаких дополнительных денежных средств не стоит, она всегда входит, но, по крайней мере, опять-таки у компаний, профессионально занимающихся медицинским страхованием на рынке, она всегда входит в страховой пакет. Другое дело, что если вдруг вопрос дошел до судебного заседания, и нужна независимая медицинская экспертиза, то она проводится только судебно-медицинскими экспертами и судебно-медицинскими, допустим, лабораториями. Там, возможно, это будут какие-то платные вещи, но это структура, не относящаяся ни к страховой компании, ни к лечебным учреждениям, это отдельно взятый независимый судебный эксперт. Мы сейчас даже не говорим немножко о суде, я говорю о том, что человек, который считает, что его право нарушено некачественным лечением, может прийти в страховую компанию, во-первых, произвести первую вот эту экспертизу, да, возможно, понадобится вторая, третья, пятая, мы сейчас не о процессе говорим, да, провести эту экспертизу бесплатно, получить бесплатную помощь по составлению документов необходимых, да, то есть это может быть и претензия, и исковое заявление, правильно я понимаю? Скажите, участвуют ли в качестве представителей сотрудники компании страховой? Да, да. Участвуют в качестве представителей? Конечно. То есть в данной ситуации, даже в случае, если у нас возникает, на мой взгляд, это достаточно важно, потому что вот если у нас есть врач, то мы к врачу можем идти только с доверием, да, если у нас другая специальность, потому что мы больше не понимаем, что он делает, правильно лечить, неправильно. Если есть доверие шикарное, если он проверенный в боях уже всеми родственниками, друзьями, тоже здорово, но если этого нет, то нужен какой-то арбитр, который мог бы подсказать правильно или неправильно все это производится, если, не дай бог, какая-то конфликтная ситуация произошла, то есть человек, который будет защищать. Человек именно физически, этого человека может предоставить, опять же, страховая компания, которая специализируется на ДМС, правильно? Именно поэтому, Настя, я и говорю, что на самом деле, да, приобретая страховый портфель, да, к сожалению, мы часто, как обыватели, в первую очередь смотрим на стоимость, что включено в программу, и у нас как-то вот за пределами рассмотрения остается, а что дополнительно, а вот дополнительно, это качественный провайдер медицинской помощи, о котором мы говорили, который всегда. И защитник, не дай бог в суде. И второе, не дай бог, это та организация, которая будет профессионально отставить ваши права в случае возникновения каких-то, пока даже не будем говорить там претензий, не претензий, но вообще вопросов, в которые сомнения у вас возникли. Для того, что ведь, вы понимаете, иногда очень важно любому человеку, особенно болеющим, просто получить ответ, а вообще правильно меня лечит или неправильно, еще дело даже до претензий не дошло, но чтобы вообще понимать, да, кому он может задать эти вопросы. Врачу, который его лечит, ну понятно, что врач, если его лечит, он скажет, наверное, он лечит правильно. Андрей, вот хочется мне у вас спросить, времени, как всегда, он все меньше-меньше-меньше становится, хочется мне спросить для наших слушателей следующий вопрос. Вот вы сейчас сказали, что, на что мы смотрим, на то, что включено и на цену, да, условно говоря. А на что надо смотреть в правилах, вот в первую очередь, да, когда человек выбирает, например, компанию, на что обратить внимание. Вот может ли так получить, что вы сейчас рассказали достаточно красивую и привлекательную для меня, например, лично привлекательную картину не только тем, что меня направят в лучшее учреждение люди, которые лучше знают, что из себя представляет и помогут мне в сложной ситуации. А человек придет, заключит, допустим, договор и выяснится, что этого всего и нету в каком-то конкретном договоре. На что посмотреть? Трайдинг, ты здесь знаешь. В первую очередь, естественно, нужно смотреть на партнера, с кем вы хотите заключить договор. То есть на саму страховую компанию. Как долго она работает на рынке. И специализируется ли вообще на... Является ли она, скажем так, профессиональным участником или еще лучше, высокопрофессиональным участником рынка направленно-медицинского страхования? Что из себя представляет вот эта страховая компания, с которой вы собираетесь заключить долгосрочные отношения? Это первое. Второе. Естественно, это наполнение программы. То есть в первую очередь, как и любой договор, а что вы приобретаете? Вы приобретаете какое покрытие? Только амбулаторно-поликлиническое. Вы приобретаете амбулаторно-поликлинический скорую помощь. Плюс еще плановые экстренные... Это понятно, что входит. Чтобы понять, что входит. Дальше внутри... То есть это, скажем так, вот большими модулями. Дальше внутри каждого из этих модулей есть перечень заболеваний ваших, ну, проще говорить, которые входят и которые являются исключением. Естественно, это все тоже внимательно нужно посмотреть, потому что от этого, с одной стороны, зависит стоимость программы, с другой стороны, от этого зависит то, в рамках какого объема вы будете получать медицинскую помощь бесплатно в течение всего периода обслуживания. Значит, соответственно, внимательно прочитать договор. Следующее. Это перечень ЛПУ, на базе которых вам будет оказываться медицинская помощь, потому что он изначально фиксирован на весь срок действия договора внутри этого предложения. Соответственно, устраивают они вас или не устраивают? С какой точки зрения могут устраивать или не устраивать? География, как вы правильно говорили. Насколько вам важно, чтобы это было близко к дому? Или вам не важно, потому что вы, в принципе, за медицинскую помощь обращаетесь, не знаю, раз в полгода, и ради этого, конечно, вы можете там проехать, я не знаю, сколько там, пять остановок на метро или потратить полчаса на машине. В рамках Москвы это всегда важно. Да. Ну вот первое, значит, это география. Второе, уровень лечебных учреждений, если вы имеете какое-то представление о лечебных учреждениях. Если вы не имеете, то всегда этот вопрос можно задать сотруднику страховой компании до приобретения продукта. Что это за лечебные учреждения? Вам могут показать краткие презентации об этих лечебных учреждениях. Вам могут предложить посетить и посмотреть эти лечебные учреждения и так далее. Следующее, если у вас уже есть какая-то патология и заболевание, вы понимаете, с какими вопросами, скорее всего, будете обращаться, надо задаться вопросом, а являются ли эти лечебные центры, предложенные в этой программе, теми специалистами, которые наиболее качественно на данный момент лечат эту патологию. Ну вот это вот, наверное, ключевые вещи. И стоимость я бы уже ставил на последнее место после того, как вы поняли, что вот та группа, 2-3, допустим, страховые компании, 2-3 предложения, которые вы готовы для себя там приобрести, и потом уже только смотреть на стоимость. Андрей, у нас меньше минуты осталось, тем не менее, с точки зрения обязательств страховой компании, что мы должны увидеть? Ну вот, что посмотреть непосредственно в правилах именно страховой компании? Это достаточно понятно, что нам нужно посмотреть, какие лечебные учреждения что лечат. Прямо вот кратенько. На что посмотреть? Чтобы быть уверенными, что компания представляет тот объем услуг, о котором вы говорили. У нас прям 15 секунд. Я понимаю, но в первую очередь вам надо быть уверенным, что страховая компания выполнит полностью все обязательства, которые являются обязательными составляющими договора, которые вы собираетесь подписать с этой страховой компанией. Для этого нужно получить референс с рынка или, я не знаю, от тех, может быть, кто уже пользовался услугами. То есть посмотреть, что она, опять же возвращаемся, посмотреть на то, что компания... Да, все остальное будет в договоре. Там очень много всяких пунктов и нюансов, поэтому все это не перечислишь. Но вот основные моменты мы с вами обсудили. Плюс это то, что формально заложен договор. У меня в гостях был Андрей Рожаков, заместитель гендиректора по медицинскому страхованию у АО «Альфа Страхования». Спасибо.